В интеллектуальном клубе «Химия слова», организованном Тольятти Азотом, известный филолог и журналист Леонид Клейн в цикле лекций о русской литературе обратился к лучшим образцам 20 века. На очередной встрече разговор шел о поэме Александра Твардовского «Василий Теркин» и о том, как Теркин не стал советским человеком. Он действительно сказочный герой, но вот это как раз его несколько отличает от типового советского героя. Такая эпоха была довольно страшная, сказать было ничего нельзя, а у Твардовского получилось. Поэтому, собственно, я вот об этом и буду говорить, вот об этом как бы таком поэтическом и духовном чуде, который сотворил Твардовский. Сам Твардовский писал, что его поэма без начала и без конца. «Василий Теркин» – это собрание пестрых глав, которые автор создавал в течение нескольких лет. Книга про бойца, которая воодушевляла солдат. Если приглядеться, сказал Клейн, то 80% текста оказывается вообще не о войне, а о мирных сценах. Твардовский написал о том, ради чего стоит воевать, сражаться и умирать. И даже когда поэт говорит о трагических моментах, он пишет на метафорическом вневременном уровне. «Глава смерти воин» – это и гимн жизни, и дань тем, кто погиб. Произведение Твардовского – это живая поэзия с мощными, глубокими, истинно народными корнями. Главный герой – надежный, скромный, простой. Хочется, чтобы такой человек всегда был рядом. Леонид Клейн обратил внимание, что ни разу в поэме не упоминается имя Сталина, не говорится о Советском Союзе. Есть только Родина и Россия. Неожиданно традиционные вопросы зрительного зала к лектору превратились в острую дискуссию. Некоторых слушателей сильно огорчило, что героя поэмы Твардовского лектор не считает советским человеком. При этом все согласились с Леонидом, что Теркин – один из немногих положительных героев в русской литературе, которых так не хватает читателю в последнее время. Достаточно плохо помню это произведение. Сейчас я пришла сюда, чтобы его вспомнить и услышать мнение лектора о том, на самом деле советский он или нет. На мой взгляд, сейчас таких людей нет. И, если честно, я не верю, что такие люди были в советское время. Тут, конечно, о многом можно подумать. В наше время все можно переиначить. Но мы все-таки, по крайней мере, я больше склонна к тому, что он все-таки советский человек был. Вот именно из-за этого я, по крайней мере, сегодня сюда пришла, как и мои близкие друзья. Все было понятно, почему именно Твардовского нельзя назвать советским человеком. Тоже все было очень хорошо раскрыто и вообще очень понравилось. Остались довольны. Они не могут принять то, что советский человек не относится... Ну, российский и советский – это другие культуры. То есть, советский – это общее понятие, а российский, все равно, своя культура какая-то. Вот дискуссии, которые с залом начались по окончании официальной части, это, конечно, интересно, эмоционально. И, то есть, вот я слушаю, у меня какие-то свои вопросы в голове, да, с этим согласен, с этим не согласен, это интересно. А тут люди встают и что-то еще другое спрашивают. И я так, а, да, а вот это не додумал, а вот это новенькое, интересненькое, что-то дополнило то, что у меня в своей голове было. Говорить о русской литературе 20 века Леонид Клейн продолжит в следующей лекции, посвященной творчеству Василия Шукшина. Не пропустите главное литературно-просветительское событие года, организованное Тольятти Азотом для жителей нашего города.